Украинская бронетехника в 100 метрах от серой зоны на Донбассе. Накануне в Донецке было объявлено о том, что республиканские вооруженные силы были приведены в состояние полной боевой готовности. Поводом для этого стало резкое повышение концентрации украинских силовиков на достаточно узком участке вдоль линии соприкосновения. На одном только 40-километровом участке в районе Мариуполя и Широкина ВСУ разместили около 12 тысяч человек в сотни единиц военной техники, включая тяжелые вооружения. При этом основной контингент ВСУ — штурмовые подразделения. На основе этого факта был сделан вывод о том, что Киев готовит наступление для прорыва на южном участке фронта с целью выхода к российской границе и отрезания ДНР от Азовского моря. Накануне украинские войска осуществили несколько десятков обстрелов с сопредельной территории, применив в том числе минометы. Сообщается о гибели двоих военнослужащих НМДНР, штаб так называемый ООС заявляет об ответном огне с позиций армии ДНР и получении ранения одним украинским военнослужащим. При этом в материале пресс-службы ООС говорится, что с начала 15 декабря войска ДНР, которых Киев, продолжающий гражданскую войну против собственного народа, называет российско-террористическими или оккупационными, по позициям ВСУ огонь не открывали. Чего нельзя сказать о самих украинских войсках. На этом фоне украинские силовики осуществляют пропагандистские акции среди населения территорий, прилегающих к линии соприкосновения. Так, в одной из мариупольских школ была проведена агитационная акция в поддержку украинских пограничников. В ходе этого мероприятия учащимся в том числе и начальных классов было сообщено, что украинские пограничники сдерживают российских агрессоров. Младшеклассников облачили в зеленые береты, призвав, что они должны проникнуться духом защиты рубежей. Такого рода акции объясняются введенным военным положением. Фактически речь идет о работе пропагандистских сил в отношении подрастающего поколения украинцев. Можно себе представить, каким будет итог такого рода откровенной антироссийской пропаганды. Украинскими волонтерами публикуются снимки бронетехники на позициях 72-й бригады ВСУ. Отмечается, что от позиций до так называемой серой зоны около 100 метров. Это фактическое доказательство прямого нарушения Минских соглашений. Правда, в Киеве об этих соглашениях уже давно никто не говорит. Фото с позицией ВСУ. Эксперты отмечают, что полноценного наступления от Киева вряд ли стоит ожидать. Однако очередная вооруженная провокация по приказу командования ВСУ вполне возможна. В том числе и провокация с той целью, чтобы украинские военнослужащие при пересечении линии соприкосновения оказались задержанными вместе с военной техникой силами ВСУ. Ки-С стало известно, что капитан украинского бронекатера Никополь вслед за другим украинским моряком в Москве объявил себя военнопленным. Фамилия капитана Никополя Небылица, Богдан Небылица. Фамилия капитана Никополь Небылица.